Министерство природных ресурсов и экологии региона ведет активную борьбу с несанкционированными свалками, а также с теми, кто пытается в обход законно утилизировать в неположенных местах городские отходы. Недобросовестные мусоровывозящие компании наказывают рублем, а также заставляют перевозить мусор со стихийных свалок на законные полигоны. Именно такие меры были предприняты в отношении одной из региональных компаний, которая вывозила мусор на свалку в Городищенском районе. Режущий нос запах, горы пластиковых бутылок, пищевых остатков и стаи ворон. Такая неприглядная картина открывается, если чуть свернуть с федеральной трассы в Городищенском районе. Здесь на протяжении нескольких десятилетий складировались отходы, которые вывозились из райцентра, и за это время на территории скопились тонны мусора. Пополняют эти зловонные запасы и сейчас. Недобросовестные мусоровывозящие компании Волгограда повадились привозить сюда городские отходы. Причем замешанным в этой истории оказался и крупный региональный перевозчик. В ходе административных расследований было установлено, что на эту площадку в течение нескольких недель завозили отходы на временное размещение компания «Чистый город». На сегодняшний момент завоз отходов прекращен и осуществляется вывоз на законный объект. С сегодняшнего дня этот вывоз происходит под контролем министерства. Проштрафившиеся компании предстоит вывезти с несанкционированной свалки на законный полигон 6 тысяч кубов мусора. На исправление ситуации отведено полтора месяца. За этим процессом прямо на месте след инспектор Минприроды. Их задача проконтролировать, сколько отходов загрузили машины в Городичинском районе и передать сведения тем, кто будет принимать транспорт уже на санкционированном полигоне. Машина практически загружена. Через 2 минуты отходят. Записываем. С. Код 97. Я. Марки масла. Так. Хорошо. 30 кубов. 20 кубов. Такой пошаговый контроль за действиями недобросовестной мусоровозящей компании, по мнению специалистов, отобьет у перевозчика желание опять сбросить мусор в каком-нибудь овраге или поле. Кстати, расследование по этой свалке еще не завершено. Предстоит выяснить, какие компании вывозили сюда отходы и в каких объемах. Наказывать за такую преступную деятельность будут не только частников, но и муниципалитеты. Об этом министр природных ресурсов и экологии Полина Вергун заявила еще, когда дело с незаконной свалкой в Городищенском районе только набирало обороты. Кроме чистого города туда еще вывозили крупные вывозники. Вот этот момент я тоже хотела отметить, потому что не один чистый город у нас туда возил. Это, конечно, в ходе расследования все будет выявлено. Значит, кто привез, тот и будет увозить. Это касается и муповских контор. Сейчас перед Министерством природных ресурсов и экологии стоит задача полностью ликвидировать эту свалку. Тем более, что вывозить отходы есть куда. Рядом находится законный полигон. В других районах области ситуация с вывозом мусора обстоит гораздо острее. Всего на территории региона порядка 700 свалок. И многие закрыть в одночасье нельзя, так как законных полигонов, как, например, в Городищенском районе, пока не предусмотрено. Чтобы избежать мусорного коллапса, Минприрода разработала специальную концепцию. Она предусматривает лицензирование уже существующих полигонов и строительство новых. Причем модернизировать систему планируется за счет частных инвесторов. Кроме того, разработаны меры, которые позволят системно бороться с недобросовестными перевозчиками мусора. Их работу с лета этого года будут лицензировать, что позволит вытеснить с рынка компании-нарушители.